Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Владимир Конюк, на канале Супер Мангал. И снова я к вам с очередной идеей вкусного отдыха на свежем воздухе, в саду, на даче, да где угодно, где есть природа, где есть желание хорошо покушать и хорошо отдохнуть. Именно мужской способ времяпровождения. Сегодня я намерен приготовить праздничный рассольник. Рассольник я называю этот праздничным не потому, что он готовится изредка и по праздникам, а потому, что я намерен приготовить такой рассольник, каждый процесс поедания которого будет праздником, праздником живота. То есть настоящий такой хороший мужской продукт, вкусный, питательный, приятный на вид, на вкус, ну такой, как он должен быть. Собственно говоря, для этого мне понадобится. Ну, начнем с мяса. По-настоящему вкусный рассольник будет только из говядины. То есть говядина идеальное мясо для рассольника. Притом не простое мясо, а вот как бы грудинка с жирком. Говяжий жир это очень хороший жир для рассольника. В правильно приготовленном рассольнике он приобретает вкус, вот именно такого, ну, как бы вкус костного мозга. Вот сладкий, приятный вкус. Следующая составляющая это огурцы. Огурцы надо непременно брать бочковые. Маринованные не годятся по определению. И мой вам совет, когда будете покупать бочковые огурцы, непременно берите тару, для того, чтобы продавец вам налил также и рассола. У меня огурцы по бочковой технологии, но засулены в банке. Так что мне по рассолу никуда ходить не надо. Дальше что? Морковка. Дальше что? Рис или перловка. Перловку нужно предварительно замочить, а рис нужно предварительно помыть. Так как перловки я не люблю, в принципе, я буду использовать рис. Лук. Вот такой устрашающе красного вида перец. Но не надо бояться, именно этот сорт не очень горький. Сало. Я всегда рекомендую не кушать растительное масло, вот это из магазина. Там именно в процессе рафинирования, дезодорирования, обработки растворителем, там не осталось ничего живого. Это мертвый продукт, это еда франкенштейна. Кушайте сало и будет вам счастье и будет вам вкусно. Сейчас лето и я приготовил свежий томатный сок. Чайная ложка черного перца горошком, несколько лавровых листиков, пол соль, сахар по вкусу. Вроде бы как я все ингредиенты перечислил. Начинаем. Меня иногда спрашивают, вот почему я в своих роликах редко когда привожу точное количество ингредиентов, составляющих разных блюд. Знаете, мое мнение такое, что каждый повар это художник. Это художник. А у художника, ну вот представьте, вы глядя на картину спрашиваете у художника, сколько надо взять синей краски, чтобы у тебя получилась вот такая вот картина. Или спросите у Толстого, вот скажи, Лев Толстой, сколько у тебя буквей пошло, чтобы написать войну и мир. Творите, вкладывайте свою фантазию, весь вкус заключается не в точном соответствии. Там две ложки того, три молекулы того, четыре минуты того, и вот у тебя будет не получится ничего так. Вкладывайте свою душу, вкладывайте желание, нас должно, чтобы это было быстро, чтобы это было питательно, чтобы это было вкусно. Вот наши критерии. Дерзайте, и все получится. Ну, первым делом закладываем сало для зажарки. Казан любит, чтобы его смазали вот так вот жирком. Зажариваем сало до появления розового оттенка. Закладываем лук. Лук у нас начал розоветь, затыпаем в морковку. Морковка прожарилась, и заливаю томат. Доматая, заливай в морковку. Я вообще не знаю, чтобы было мало, чтобы было мало, чтобы было вкусно. А рассоли, это суп. А вот насчет супов, у меня есть такой дивный анекдот. Говорят, вот раньше мужики были, он съедал вот такую вот миску супа, съедал вот такую вот голову лука, а потом ложился к жене в постель и ебал ее всю ночь, как супу. А сейчас, говорят, мужички пошли таки. Мужчинка! Вот это уничтожительное слово. Мужчинка! Вот пошли мужчинки, он съедает вот такую вот мисочку супа. Он вообще не съедает того лука. Ляжет в жене в постель, положит руку на пизду, и до утра не скука. Так вот, мужики, я готовлю такие продукты, чтобы вы соответствовали вот именно первому критерию, чтобы у вас все было в порядке. Так что ложите всего много, кушайте вкусно, и будет вам счастье и жене радость. И очень важная фишка. Сразу сюда, вот в постель, засыпаем огурцы. Снова же, огурцов я люблю ложить много. Огурцы порезанные кубиками примерно сантиметр на сантиметр. И я их сразу же засыпаю в пассировку. И пускай они прокипят. Прокипят минут двадцать. Я считаю, что пассировка – это величайшее изобретение у ворсского искусства. Именно вот здесь, в пассировочке, в жире растворяются все ароматические и вкусовые составляющие – лука, моркови, в данном случае огурцов. Вот здесь рассольник приобретает вкус. Весь вкус приобретается вот сейчас, в эти минуты. Ну и еще буквально несколько минут. Это будем отставлять. Будем варить остальные составляющие. Пассировочку я пересыпал в отдельную посудину. Сейчас вот заливаю воду и закладываю мясо. Мясо закипело. Пришло время собирать пену. Ну вот, наше мясо кипит ключом. Уже сварилось до полуготовности. Настало время засыпать картофель. Засыпаю черный перец и ложу вот этот страшный красный перец. На самом деле, все не так печально. Надо просто добиться того, чтобы перец остался неповрежденным. И тогда вот этот весь бульон не будет горьким. Он примет на себя весь аромат этого перца, но горьким он не будет. А перчик, в свою очередь, проварится, пропитается вот этим всем. Когда его кушать вприкуску с рассольником, перец будет очень-очень вкусным. Горьким, но вкусным. Ребята, я знаю, вы это скажете. И 100% вы будете правы. Когда скажете, а куда ты ложишь сладкий перец? Это как бы не по правилам. Я скажу, ну и пусть не по правилам. Ребята, сейчас лето. Сейчас его уйма всего этого витаминного. Ради бога, это не испортит вкус рассольника. Зато он, этот перчик, этот витаминчик здесь будет. Ребята, картошка сварена уже до полуготовности. Настало время закладывать рис. Ну, поскольку у меня рассольник этот довольно-таки густой, рисом злоупотреблять не будем. Ну, вот я засыплю, скажем, 3 ложки рыса. Ну, еще чуть-чуть. Я думаю, этого достаточно, чтобы рассольник не был слишком густым. Ребята, картошка уже у нас практически сварена. Рис вот такой большой, вот плавает, раскипевший. Вот, и настало время засыпать пассировочку. Засыпаю пассировочку. И теперь на медленном огне оно должно еще вариться минут 20. Вот этот наш красивенный. Уже видно, что он красивенный и рассольник. Субтитры сделал DimaTorzok.